За годы войны в немецком плену оказалось более 5 миллионов 700 тысяч советских военнопленных. Из них около 80 тысяч евреев. Судьба евреев военнопленных, советских евреев военнопленных, была особенной на фоне трагической судьбы всех советских военнопленных, она была наиболее трагичной. Самое главное отличие судеб советских евреев военнопленных в немецком плену от судьбы военнопленных других национальностей было в том, что у советских евреев военнопленных не было выбора между жизнью и смертью. Все другие военнопленные могли сделать этот выбор, пойдя на сотрудничество с нацистами, либо надев форму солдата вермахта, форму национальных частей СС, русских, белорусских, украинских, либо вступить в полицейские формирования, либо вступить в армию Власова, просто пойдя на сотрудничество с лагерной комендатурой и стать лагерным полицейским. И это, конечно, спасало жизнь этих военнопленных. У советских евреев-военнопленных такого выбора не было. Даже в случае сотрудничества с нацистами, а такие немногочисленные примеры имеются, они были обречены на смерть. Советские евреи-военнопленные вынуждены были скрывать свое происхождение, свое еврейское происхождение под чужими фамилиями, либо выдавать себя за представителей других национальностей. Только это давало возможность, увеличивало их шансы на спасение. Особая судьба советских евреев-военнопленных определялась специальными приказами, директивами и распоряжениями немецкого командования. Уничтожение евреев вообще, и советских военнопленных евреев в частности, было обосновано юридически и идеологически. 6 мая 1941 года был разработан, а 6 июня 1941 года разослан по войскам общеизвестный приказ о комиссарах. В соответствии с этим приказом комиссаров необходимо было точно же отделять от группы взятых в плен военнопленных и расстреливать на месте. Среди политработников, среди комиссаров значительное число было евреев. Только по отношению к евреям нацисты проводили равенство между функциональной деятельностью и национальностью. Об этом говорится в специальном распоряжении номер 1 начальника Верховного командования Вермахта к директиве номер 21 от 19 мая 1941 года. Борьба против большевизма требует самых строгих решительных мер против большевистских агитаторов, партизан, саботажников и евреев. В директиве Главного управления безопасности Рейха от 2 июля 1941 года, адресованной начальником СС и полиции на оккупированных территориях СССР, в четвертом разделе, который называется «Экзекуция», подчеркивается. Экзекуции подлежат евреи, члены партии, занятые на государственной службе, а также прочие радикальные элементы – саботажники, пропагандисты, снайперы, убийцы-поджигатели и тому подобное. Таким образом, вновь национальная принадлежность приравнивается к функциональной деятельности. Однако мы хорошо знаем, что к коммунистам других национальностей обязательная смертная казнь не применялась. Ни в одной из предшествующих военных кампаний 1939-1941 года немецкое военное командование не ставило знака равенства между евреями и партизанами и саботажниками, противниками немецкого режима в оккупированных странах. Таким образом, только на советской территории впервые враг был точно определен и тем самым решена судьба советских евреев. Причем на протяжении всего времени происходит сознательное стирание грани между понятиями «еврей-большевик-комиссар-еврей». В первом номере брошюры «Информация для войск» евреи и комиссары описываются следующим образом. «Мы бы оскорбили зверей, если бы приписали им черты выходца в большей части из еврейского населения. Комиссары воплощают в себе адское начало. Облик комиссара – это бунт недочеловека против благородной крови». Немедленно после взятия в плен группы военнослужащих немецкими солдатами, офицерами проводила соответствующая селекция. Взятых в плен выстраивали и вызывали из строя евреев, комиссаров, коммунистов. Тех, кто выходил сам или кого выдавали, товарищи по оружию, тут же, отведя в сторону, расстреливали. Подобная практика имела место и позже. Немецкие армейские части не ожидали прибытия специальных команд, а сами проводили селекцию. После так называемой первичной селекции военнопленные отправлялись в приемные пункты и лагеря. Поиски и систематическое уничтожение евреев, несмотря на первичную селекцию, проходили на протяжении всей войны и проводились периодически во всех лагерях, особенно с прибытием партии новых военнопленных. В соответствии с оперативным приказом номер 8 от 17 июля 1941 года особые команды полиции, безопасности и СД занимались проверкой и очищением лагерей военнопленных от евреев. Так, в августе 1941 года в Херсонском лагере военнопленных было выявлено и расстреляно около 500 евреев. 10 октября 1941 года 10-я зондеркоманда расстреляла 49 евреев военнопленных. В декабре 1941 года в ходе проверки лагеря военнопленных в Витебске было выявлено и расстреляно 207 евреев. В лагере военнопленных в Вязьме выявлено и расстреляно 107 евреев. Селекция и уничтожение советских евреев и военнопленных проводилась также в лагерях на территории Польши и Германии. Многих евреев, бойцов и командиров выдавали немцам предателей. Предательство и выдача евреев не всегда были бескорыстны. Немцы старались всячески поощрить предателей. Особенно этому способствовал голод, царивший в лагерях. Обещание еды действовало успешно. В лагере старая церковь четверо суток не давали есть, а затем пришел комендант с переводчиком и заявил, «Пока не скажете, кто из вас коммунисты, комиссары и евреи, еду никто не получит». Поиски евреев в лагере военнопленных в Елгове, Латвия, в июле 1941 года проходили так. Привезли в лагерь сухари и кофе. Стоит эсэсовец, рядом с ним военнопленный. И когда люди идут за сухарями, он говорит, это политрук. Его выводят и тут же расстреливают. Предатели наливают кофе, дают два сухаря. Вновь колонна проходит, вновь люди проходят мимо него. И он заявляет, а это юда. Евреи выводят, расстреливают, а предатель получает еще два сухаря. Во флаге, офицерском лагере 53, военнопленным, которые выявляли большевиков и евреев, выдавали папиросы. Кружка кофе, несколько сухарей, кусок эрзац хлеба, две сигареты, пара ботинок или сапог. Вот цена жизни евреев военнопленного в лагере. Часто выдача евреев приносила не только дополнительное питание или какую-то другую выгоду. Выдача евреев могла особенно на первых порах пленения. В первый год принести свободу или давала возможность поступить в лагерную полицию. Занять в лагере особое привилегированное положение. В октябре 1941 года только-только началось формирование, начал функционировать известный впоследствии концлагерь Майданок, а вначале он существовал как лагерь для советских военнопленных. «Пленных собрали на плацу и объявили, фюрер хочет распустить пленных домой, но так как среди вас есть евреи и коммунисты, то до тех пор, пока вы их не выдадите, вас не отпустят к матерям, женам и детям». В толпе зашумели, закричали «Выдавай жидов! Зачем нам погибать из жидов?» Евреев было обнаружено более ста человек. Вечером их расстреляли. В лагере, известном как Уманская яма, близ города Умань, «Всюду сновали местные полицаи с желто-голубыми повязками на руках, они усердствовали больше немцев, они узнавали евреев, избивали их, заставляли становиться в ряды смертников». Несмотря на многочисленные свидетельства о том, что особая опасность для евреев исходила от украинцев, на самом деле национальность предателей не имела никакого значения. В предательстве евреев преуспевали многие. В лагерях для военнопленных разыскивали не только евреев, но и рожденных от смешанных браков или женатых на еврейках. Добровольцы-сыщики вкрадывались к подозрительному в доверие и в беседах о доме, о семье, о довоенной работе выпытывали страшную тайну – женат на еврейке. Мать или отец, бабушка или дедушка были евреями, этого было достаточно. Жертву избивали полицаи, а доносчик получал лишний котелок супа или пайку хлеба. Любое подозрение в еврейском происхождении приводило к смерти подозреваемого. Общая атмосфера ненависти и поощрения насилия по отношению к евреям-военнопленным приводила к совершению чудовищных издевательств и убийств. Вопреки распространенному мнению, не всегда расстрелы евреев, военнопленных и комиссаров проводились тотчас после пленения. Часто из них комплектовались отдельные группы, команды, которые во время передвижения или в самом лагере находились на особым положении, подвергаясь особенно изощренным издевательствам и унижениям. Несмотря на острейшую необходимость оказания врачебной помощи военнопленным в лагерях, проводилось систематическое уничтожение евреев-врачей, которых временно использовали для оказания помощи раненым, а затем целенаправленно уничтожали. Вероятно, наиболее массовое уничтожение евреев-военврачей произошло зимой 1942 года во флаге Владимира Волынска. В феврале 1942 года в этом лагере было расстреляно около 600 евреев-врачей. Главной причиной особого трагического положения, в котором оказались евреи-военнопленные, была не только политика воинствующего антисемитизма со стороны немцев, но и характерная для всех лагерей всплывшая на поверхность обостренная юдофобия бывших товарищей по оружию. С началом войны антисемитизм, который никогда не исчезал в советское время, а лишь в довоенные годы ушел в подполье, вновь заявила себе в полный голос. Одной из причин быстрой реанимации и активизации воинствующего антисемитизма стало влияние немецкой пропаганды посредством радио и листовок. В первый год войны самой известной была листовка с примитивно-погромным текстом «Бей, жида, политрука, рожа просит кирпича». По словам бывшего военнопленного Якова Саммитера, всероссийская ненависть к евреям давала блестящие результаты. Однако не все так однозначно. Некоторым евреям-военнопленным удалось выжить. Они были спасены товарищами по несчастью, хотя именно от них порой исходила основная опасность – предательство. Поэтому многие евреи, скрывавшие свое происхождение, старались не встречаться с бывшими сослуживцами. Кроме того, все выжившие евреи выдавали себя за военнопленных других национальностей. Те, кто не имел характерной еврейской внешности, выдавали себя за русских, украинцев, белорусов, другие – за мусульман, так как у мусульман принято обрезание. Некоторые сослуживцы, рискуя собственной жизнью, спасали своих товарищей евреев. Иосифа Дородного, скрывавшегося в лагере под чужим именем, намеревался выдать один из бывших сослуживцев. Спас Иосифа другой товарищ по роте, родом из уральских казаков, впоследствии погибший в этом лагере. Он затушил предателя прямо на нарах. Бывшие военнопленные, чья судьба нередко зависела от элементарной порядочности тех, кто находился рядом с ними, навсегда сохранили в памяти подобные истории. Те евреи, которым посчастливилось убежать из лагеря, редко могли надеяться на спасение. Местные полицаи и обычные жители сел и городов вылавливали, предавали, а нередко и сами убивали бежавших из плена солдат евреев. Отношение к евреям стало пробным камнем на человечность и порядочность. К счастью, находились те, кто с риском для жизни помогал бежавшим евреям военнопленным. В спасении Семена Сотникова, попавшего в плен в 1941 году и бежавшего из Симферопольского лагеря, приняли участие нескольких семей – Малышка, Рублевы, Руденко и их дети. Его скрывали в погребе, а затем в течение двух лет в деревне Кагатай, неподалеку от Симферополя. Лишь незначительному числу евреев военнопленных удалось после побега найти убежище, либо добраться до партизанских отрядов. Бежавшие с плена евреи становились самыми активными участниками подпольного антифашистского и партизанского движения. Советские евреи-военнопленные сражались и в партизанских отрядах европейских стран, куда отправляли советских военнопленных. Немногим беглецам-евреям удалось перейти линию фронта и после трудных проверок вернуться в армию. Точное количество евреев-военнопленных, выживших в плену, неизвестно. Некоторые из них, освобожденные войсками союзников, остались на Западе. По официальным данным Управления по делам репатриации при Совете Министров СССР, среди репатриированных после войны граждан СССР насчитывалось 4762 евреев-военнопленных. Продолжение следует...